Черные дни Украины, казак с Майдана, раскол, плен. Рассматривая эти фото, посетители даже разговаривают шепотом. Настолько события на снимках сильны и беспощадны. Павел Волков отправился на Майдан в самые жаркие его дни по заданию редакции. Его работа «Любовь на баррикадах» – лучшая художественная фотография года. В это время еще шли небольшие бои на нескольких улицах, работал снайпер, как бы гибли люди. Ну и этот снимок двух молодых людей, которые пережили эту самую большую кровопролитную ночь. Ну и у них была вот такая небольшая радость, что они остались живы. Хотя в тот момент бои еще продолжались, но это уже был самый большой и массовый бой на Майдане. По-моему, это было 19 марта, когда сгорело здание профсоюзов. Казалось бы, нет мира без войны. И этот самый мир весьма достойно представлен во всех шести номинациях – «Люди», «Город», «Природа», «Другая реальность», «Коммерческое фото» и «События». Кстати, событием фото-выставки стали и работы Андрея Стенина, фотокорреспондента агентства «России сегодня», погибшего на Украине в августе прошлого года. Я думаю, нам стоит внимательно присмотреться, чтобы оценить не войну и мир как такое, о состоянии людей на границе войны и мира, потому как все-таки мы с вами ответственны за все, люди ответственны за войну и за мир. Это замечательно, то, что наш конкурс уже становится известным за пределы нашей губернии, я уже не говорю, что города, а уже говорю губернии, да, и у нас большие планы на будущее нашего конкурса, а может быть он станет и международным. В следующем году появится дополнительная специальная номинация памяти известного фотографа председателя Союза фотохудожников России Андрея Баскакова, который три года подряд возглавлял жюри конкурса. Современная технология позволяет, в общем-то, любому человеку стать фотографом. Фотографом, но не фотохудожникам, не мастерам, чьи работы бы обращались о внимании, заставляли бы задуматься, трогали бы. Именно такие работы сегодня и представлены, и именно таких людей, фотографов с большой буквы. Выставка будет работать в галерее «Новые пространства» до 21 февраля. Вход свободный. Юлия Черняева, Павел Пресняков. События.